Друзья, вас приветствует Станислав, магазин Гироскутер Шоп. Сегодня у нас очередное видео. В этом видео мы с вами поговорим о одной из популярных моделей среди электроскутеров. Это электроскутер Ситикока GT X7 Pro. Поехали! Ну что, друзья, давайте с вами знакомимся поподробнее с электроскутером от компании GT X7 Pro. Двухколесный, легендарный. В принципе, многим, я думаю, этот кузов знаком и в рекламе он не нуждается. Но, тем не менее, мы с вами пробежимся по основным узлам этого скутера, на что он способен. Замерим обязательно в этом видео скорость его и покатаемся по неровностям и посмотрим, как он себя ведет на неровных дорогах и по разных пересеченных местностях. Итак, данный скутер у нас снабжен электроприводом мотором. Задний привод у нас мотор-колесо на 2000 Вт. По заявлению производителя, максимальная скорость данного скутера составляет 45-50 км в час. Но, как и ранее говорил во многих видео, повторюсь также и в этом, что как и скорость, так и пробег зависит от многих факторов, как и вес райдера, манера езды и погодные условия, безусловно. В комплект данного скутера входит у нас с вами аккумулятор. Аккумулятор идет быстросъемный 60-вольтовый на 20 Ач. Находится у нас вот здесь, в виде чемоданчика. Он у нас, повторюсь, быстросъемный. Сейчас вам продемонстрирую, как все это работает. Здесь у нас находится с вами силовой кабель. Отключаем. Подбираем ключи с большой связки. Вот так у нас снимается аккумулятор. Очень удобно с точки зрения переноски, хранения, потому что все друзья вы знакомы и знаете, если нет, то повторюсь для тех, кто не знаком, что любые литий-ионные аккумуляторы лучше хранить в теплом и сухом помещении. То есть, если вы байк планируете убирать на зимовку или храните уже не кататься, то аккумулятор снимайте, заносите в помещение в теплое и храните его там. Во-первых, это с точки зрения хранения удобно быстросъемный аккумулятор, но и немаловажная часть с точки зрения подзарядки, потому что не у каждого из нас есть поблизости розетка, чтобы такой скутер, хоть и не прям сильно такой габаритный, но и не маленький, подвозить вплотную к розетке и заряжать. Поэтому здесь мы с вами сняли аккумулятор, поднесли его просто в помещение, либо ближайшие розетки, ставили сюда зарядное устройство и по времени, где-то в районе 8-10 часов, зарядили полностью аккумулятор. Давайте его поставим на место. Аккумулятор как снимается, так и вставляется достаточно несложно. Вставляем силовой кабель обратно, и скутер готов к движению. Но на этом еще не заканчивается у нас приятный сюрприз от компании GT. Здесь у нас с вами крышка открыта, но здесь присутствует замок, закрывающий ключ. Здесь у нас с вами выведен отсек по второй аккумулятор с выведенным силовым кабелем. То есть при желании, если вы понимаете, что вам пробег на одной зарядке не хватает, а пробег на одной зарядке по заявлению производителя в районе 40-45 км, то здесь можно докупить второй аккумулятор в нашем магазине со скидкой, поставить его и проезжать пробег на одной зарядке в два раза больше. Мангал у нас в принципе стандартного формата, здесь акцентировать внимание особо на нем не буду. Единственное, что акцентирую, наверное, все-таки внимание небольшое, хотя здесь есть небольшие такие, видите, щели. Показалось сначала щелей нету, с точки зрения того, чтобы водоотвод, если вода попадает сюда, у нас с вами мангал, чтобы вода могла стекать. То есть небольшие щели присутствуют, поэтому это в принципе плюс. Силовые кабеля у нас проходят вот здесь, выведены тоже. Контроллер у нас находится стандартно, как в данных CityCock всех форматах, это у нас вот здесь контроллер на 2 кВт. Сейчас мы попробуем снять крышку и посмотреть, что он из себя представляет. Контроллер, здесь мы с вами увидим проводку, мозги, контроллер. Что касаемо гидроизоляции, друзья, как я и ранее говорил про CityCock, всем, наверное, вы уже давно знаете. Кто не знает, я скажу, что в принципе куда попасть в воде и каким образом здесь во всех скутерах это не проблема. То есть вот здесь у нас дырка идет, здесь у нас рифленый, то есть дождик, брызги, они летят, все попадает сюда. Поэтому гидроизоляцию я вам рекомендую делать в любом случае. В нашем магазине, в нашем сервисном центре вы это можете сделать хорошую, качественную гидроизоляцию по хорошей доступной цене. Итак, давайте с вами, контроллер у нас здесь с вами приреплен на двухсторонний скотч. Сейчас посмотрим, что у нас здесь с вами указано. Ну, мы с вами видим, что здесь 60-ти вольтовый выпуск контроллера август-восьмерка 22-го года. Но мы с вами не видим здесь ампераж. По визуальному выглядит, как стандартные контроллеры двухкиловатного формата. Поэтому не могу сказать, что здесь два или меньше, но учитывая, что тянет он, в принципе, достаточно достойно, я думаю, что здесь, скорее всего, два киловатта и стоит. На задней стороне, если вы обратите внимание на мотор-колеса, гравировка, у нас с вами здесь указан серийный номер, мощность мотора-колеса 2000 ватт и идет цифра вин-номер мотора. Покрышка 8-дюймовая, стандартного типа. Рисунок у нас прямой на данном скутере. Более подробные технические характеристики и параметры этого скутера вы видите сейчас на экране. Для более детального ознакомления нажмите на паузу и ознакомьтесь. Что хочется сказать о данном скутере? В принципе, компания GT, если сравнить с другими конкурентами недорогих электроскутеров, как в данном случае X7 Pro себя представляет, это, наверное, одна из самых удачных моделей с точки зрения качества и ценообразования. На момент съемок, на сегодняшний день, данный скутер стоит 79,99 по акции. В нашем магазине вы можете его приобрести, заказать сборку и доставку. Доставляем по всей России и странам СНГ. Давайте пробежимся с вами по системе управления и пробежимся вообще о комплектации данного скутера. Итак, давайте начнем с передней части. Слева направо. Ручки грипсы стандартные, но, тем не менее, акцентирую внимание на том, что многие клиенты спрашивают, как удобно скольжение и скольжение. Здесь, в принципе, рука у меня стоит хорошо, и рука, даже если будет влажной, она не соскальзывает. То есть, в принципе, система управления руля держать, руль держать очень удобно. Что мне очень понравилось в этом скутере, это то, что в его комплектации, опять же, ценовой диапазон недорогом относительно среди конкурентов, у него присутствует очень хорошая штатная гидравлическая система торможения. Гидравлика, в принципе, она сейчас комплектуется практически во всех электроскутерах, но здесь стоит топовая гидроизоляция. Помимо того, что визуального эффекта он создает, да, то есть впечатление, такое красивое сочетание красных бачков с ручками тормоза. То есть, вы видите здесь прозрачные бачки, в них указано, видно визуально, что уровень жидкости нашей тормозной системы. То есть, при необходимости мы ее можем доливать и, соответственно, пополнять ее в нужном, необходимом объеме. Ну вот, а что хочется сказать, добавить о ручках? Если вы обратите внимание, то здесь у нас ручки с вами идут с колесиком регулировки. Для чего это нужно? Многие, наверное, знакомы это, кому нет, я вам расскажу. Что это колесико, оно регулирует длину ручки. То есть, например, если катается взрослый мужчина со стандартной длиной руки, либо, например, женщина, либо ребенок. Ребенок, как правило, может не доставать до ручки тормоза, но с помощью этого колесика можно отрегулировать. И спокойно, в том числе и подростки, и женщины могут доставать до ручки тормоза и отрабатывать, и оттормаживаться вполне нормально. Тормоз левый, правый у нас гидравлический. С левой стороны у нас, если вы обратите внимание, система идет управления света. Также поворотник и сигнал. Сейчас мы включим с вами скутер. Здесь у нас сгорел с вами дисплей. На это не обращайте внимания, это у нас защитная пленка. Частичка осталась от защитной пленки. Она тоже убирается, все это. Здесь у нас стандартный примитивный дисплей. Ничего такого нового и ноу-хау здесь нет. Это указывает здесь у нас с вами спидометр. Цифра 3 – это режим скорости, полный заряд аккумулятора и пробег в километрах. С левой стороны у нас находится с вами включение фары основной, включение поворотников, лево-право, звуковой сигнал. Переходим на правую сторону. С правой стороны у нас находится с вами стандартный классического формата тумблер переключения скоростей. Первая, вторая, третья. Третью ставите на автомате, он едет и максимальную скорость у вас будет выдавать. Также у нас с вами дублируется здесь кнопка звукового сигнала. Зеркала идут в комплекте данного скутера, крепежи тоже предусмотрены с завода. Я считаю, что во многих скутерах просто, почему я делаю акцент небольшой на зеркала, потому что во многих, в некоторых точнее моделях электроскутеров, зеркала почему-то не идут в комплекте и также не присутствуют даже крепежи. Поэтому здесь уже набор минимальный, он присутствует. Что хочется сказать о фаре? Фара у нас идет при включении самого скутера, загорается габарит, как мы сейчас видим спереди. И при повороте зажигания у нас с вами загорается линза по центру. С точки зрения, честно скажу, фары освещение стандартное, ничего сверхъестественного здесь нет. Не могу сказать, что это прям очень хорошие и качественные фары для освещения в ночной период времени. Поэтому, друзья, если вы планируете есть в очень темный промежуток времени, где нет освещения, то я рекомендую поставить дополнительные фары. У нас сейчас дополнительные опции любые можно приобрести в нашем магазине, в нашем сервисном центре с очень хорошими скидками. Как вариант, например, можно поставить сюда две дополнительные фары, либо трубоскопы, либо фары Arctic. Сейчас на экране вы видите, как они светят. Вот, как правило, у нас клиенты, за которые заказываются, мы ставим сюда, с двух сторон, и фары освещают очень хорошо. Также хочется обратить ваше внимание, друзья, то, что на данном скутере у нас установлены поворотники, что немаловажная часть. Здесь уже все это идет в штатном режиме установлено. Передние поворотники с двух сторон и также присутствуют задние поворотники. Обратите внимание, сзади у нас с вами установлен стоп-сигнал с элементными поворотниками. Что хочется сказать о противогонной системе. Противогонная система, скажем так, примитивного формата. То есть здесь присутствует у нас с вами сигнализация. Давайте начнем по порядку, как можно сначала завести данный скутер и, соответственно, что у нас идет по сигнализации. Завести данный скутер можно тремя режимами. То есть начнем по порядку. Первый у вас идет ключ зажигания, который, сам замок зажигания находится на фаре. Повернули. Все, мы можем с вами приступать к движению. Второй вариант. Кнопка старт-стоп. С помощью кнопки старт-стоп, современных, как на автомобилях, как с обженой, у нас загорается дисплей, и мы можем начинать движение. Третий вариант. Это с помощью пульта. Ну, пульт, много раз я про него рассказывал, но если сейчас новые телезрители смотрят на наши обзоры, то, соответственно, могу пробежаться вкратце. Четыре кнопки. Кнопка поставки-постановки на сигнализацию. Вторую – снять сигнализацию. Третья кнопка – это звуковой сигнал. Если вы где-то припарковали на парковке, хотите его найти, чтобы он издал сигналы. И четвертый – это как раз завести данный скутер. То есть, что мы делаем? Сначала снимаем сигнализацию и нажимаем кнопку молнии. Все, у нас скутер завелся, и мы можем начинать движение. То есть, три возможности завода завести этот электроскутер. Что касаемо противоугонной системы. Так вот, да, это брелок. Ставим на сигнализацию. Данный скутер на сигнализации находится. Вот видите, вот сейчас звуковой сигнал. Все, сейчас он заблокировал мотор-колесо. Я толкаю, а он не едет. Звуковой сигнал. Снимаю сигнализацию. Конечно, это большой плюс с точки зрения того, что в данном скутере уже присутствует сигнализация. Но, друзья, скажу вам так, что как можно обойти эту сигнализацию. То есть, сигнализация у вас звуковая сработала, блокируется. Мы просто снимать силовой кабель аккумулятора. Все, сигнализация уже не работает. И скутер может спокойно катить. Но, тем не менее, друзья, понятное дело, что данный скутер при желании, если, скажем так, мы его оставляем без присмотра, то увезти его даже при помощи сигнализации, если она есть, то его, возможно, если подъехали, не знаю, там машины, в конце концов, вдвоем они подняли, загрузили минивэн какой-то, да, там, или небольшой фургончик, и забрали скутер. Поэтому, друзья, просто если вы его паркуете, мой совет, паркуйте его, блокируйте хотя бы, как минимум, стандартным форматом потюгонным тросом. То есть, мало кто носит большие щипцы там, чтобы отрезать цепь, поэтому, как минимум, дополнительно защищен он у вас будет. Итак, друзья, что хочется поговорить с вами также о подвеске данного скутера. Подвеска ее стандартного типа, то есть, здесь ничего нового не придумано. Вилка стандартная у нас с вами идет в переднюю отрабатывать хорошо, как вы видите, не пробивается. Задняя подвеска у нас с вами тоже прекрасно работает. Она идет у нас с вами с регулировкой. Здесь вот есть кольцо, с помощью ключа специально мы можем регулировать мягкость и жесткость данной подвески. Итак, друзья, комплектация данного скутера не перестает меня удивлять лично. В своем диапазоне ценовом, да, то есть, что здесь еще есть, помимо тех интересных, скажем так, плюшек, которые присутствуют в этом скутере, это то, что под задним сиденьем у нас находится с вами бардачок, который закрывается на замок. Здесь можно складывать какую-то ручную кладь небольшую, она закрывается под замок. В комплектации у нас с вами идут ключи, зарядное устройство 60-ти вольтовое на 2 Ампер часа. Учитывая, что он 20 Амперный у нас с вами, заряд будет примерно где-то в районе 10 часов. Также в комплекте у нас с вами идет спинка для заднего пассажира. Крепится она очень хорошо, почему акцентирую внимание на том, потому что на некоторых скутерах других производителей присутствует хлипкая, достаточная спинка, что немножко даже облокотившись на нее, она легко срывается. Здесь у нас хорошо на двух мощных болтах он крепится и держится основательно. Так, ну что, друзья, немножко покатаемся. Ну, динамика, конечно, здесь небольшая, сразу скажу, друзья, поэтому на X7 Pro, если вы рассматриваете с точки зрения для себя скоростного и быстрого скутера, то X7 Pro это точно не ваша история. С места набирает достаточно слабенько, но постепенно скорость набирается. Небольшой уклон присутствует. 40 километров максимально показывает. Мы разогнали с вами, вот здесь у нас максимально была скорость. Но небольшой уклон был. Сейчас мы сделаем еще один заезд небольшой. С другой стороны заедем, там ровная поверхность. Сейчас горку заедем, посмотрим, как он тянет. Ну, в принципе, заявлены характеристики, учитывая того, что байк максимум, скорость до 50 километров. Ну, как говорил, что от вес райдера зависит. В моем случае 78 килограмм. Максимально, пока я разогнал 40 с большей горки. То есть я думаю, что он 40-45 не поедет. Можно сказать, свои характеристики он смело заявляет, поэтому... Сейчас поедем в горку, посмотрим. В горку едет, 26-27, набирает. 30. 37. 38. На спинтонке 45 показывает. 39. 40. 41. Максимально 42. Друзья, была горка, плюс там ровная поверхность была уже дальше. 42 мы разогнались. Я считаю, что от этого байка больше ожидать не следует. Тянет он максимальную скорость. Он, в принципе, практически заявленным своим укладывается. То есть если там вес райдера 50-60 килограмм, я думаю, что смело 47-48 мы поедем ближе к полтиннику. Так, если на полной зарядке. Здесь хоть на дисплеерный показ полный заряд, но вы сами понимаете, что погрешность небольшая она есть. Аккумулятор не заряжали. Я думаю, что с моим весом 45 он даст. Погрешность там 8 процентов примерно, там 10 процентов. Небольшая максимальная скорость. Поэтому я считаю, что экзамен он сдал по максимальной скорости. Тяговитость. Но после 4-х киловаттного, например, или там 3-х киловаттного. Потому что мы сейчас снимали вот этот видеоролик на X7 Pro. И снимали в этот же день, получается, на трехколесный с двумя моторами 4-х киловаттный, скайбордовский. После сильного, мощного скутера садиться на менее мощный, ощущение сразу, конечно, чувствуется, что разница. Поэтому у меня сейчас ощущения такие, что сел на мопед после мотоцикла. Ну а так, для спокойной езды более чем достаточно этого скутера. Учитывая еще, что здесь есть отсек второй аккумулятор, можно пробег увеличить в два раза. Я считаю, что с точки зрения недорогих скутеров, здесь X7 Pro обратит внимание на эту модель. Модель достойная. И с такой комплектацией, по такой цене. Скутер заслуживает уважения и внимания. 43, 44, на спидонинге 50. Дальше сюда форт. Ну, в принципе, как я говорил, друзья, 44-45. 44 он выжил. Не до конца заряженном аккумуляторе. Ну что, друзья, вот мы с вами познакомились с электроскутером от компании GT X7 Pro. Я буду вам очень признательствовать, если вы оставите в комментариях, поставите лайки. В комментариях оставите пару слов о вашем мнении о данном скутере. Что понравилось, что не понравилось. Вообще, ваша просто обратная связь. Потому что снимаем специально для вас. А я вас жду на тест-драйв в нашем магазине, который находится по адресу Москва, метро 1995 года, торговый центр электроника на пресне. 200 метров от метро. Также имеется парковка для автомобилей. Ну а с вами был Станислав, ваш верный друг. Всем удачи. Пока-пока.